Всем привет, друзья! Меня зовут Даша. Сегодня я нахожусь на премьере фильма «Золото у Мальты». И сегодня я задаю вопросы актерам и режиссеру. Не переключайся, будет интересно! Страховая компания «Раззарена»! Золото у Мальты – это приключенческий истерн, как, собственно, губернатор сам придумал такой жанр. И это, по сути, кино о людях, безусловно. Кино о том, как они меняются. Может быть, где-то поиск золота – это в каком-то смысле формальный повод поизучать сущность людей. И нас с вами, потому что любое искусство – это попытка изучить самого себя. Во время съемок встречали ли вы сложные моменты? Там были какие-то трюковые сложные вещи. Там прорубь зимой, на снегу, значит, голышом лежать. Но, опять же, такая команда, все такие замечательные люди, просто профессионалы – это мало сказать. Это еще и из Уша, которые постоянно подбегали, тебя грели, согревали, поддерживали. От этого ты ощущал все-таки теплоту больше, чем холодно. Это, наверное, были единственные такие экстремальные мои вещи. Прорубь, и вот я на снегу, там у меня пулю вынимали на морозе. Для голышом это было холодно и было неприятно. Мне бы трудно было описать этот эпизод, тем более вы фильм пока не видели, как описать такой эпизод. Но давайте скажем, шестой эпизод удался мне самым сложным. Я полезла на скалу, в общем, не задумываясь, и это было самое сложное, когда меня тянули вместе с грузом, вместе с другим каскадером, прям вниз. Это было страшно, но и захватывающе, тем не менее. Где мои деньги? Золото вышло. Где вы снимали эту картину? Фильм снимался в Карелии, фильм снимался в Хабаровском крае, и фильм снимал в Санкт-Петербурге. Очень большая, обширная у него была история. Как долго вы снимали этот фильм? Снимали мы картину где-то 35 съемочных дней. Это обычно такой стандарт для кино, на самом деле, но именно съемки. А так все в целом заняло полтора года. Почему зрителям нужно посмотреть этот фильм? Я давно слежу за творчеством Андрея Богатырева. Мне понравилась его последняя работа «Легенда о самбо». Очень крутой сериал, крутой каст актеров. И сегодня ожидаю прекраснейший фильм, который поразит, удивит своим сценарием. Я от своего друга Андрея Богатырева ожидаю победы очередной. Я знаю Андрея давно и знаю, что видел монтаж, он там немножечко рискнул на какие-то вещи, но я знаю, что он понимает и знает, что делает. Поэтому мне самому любопытно, как он вот это трансформировал, саму идею, то, что он себе намечал. Я люблю хорошее кино. Не бывает плохих жанров, бывает плохое кино, бывает хорошее кино. Хорошее кино может быть основано на реальных событиях, оно может быть выдумкой, может быть еще чем-то. Но самое главное, что это кино хорошее. Ну, во-первых, наверное, сюжет все-таки должен быть интересный. А во-вторых, я думаю, актеры. Актерский состав очень важен как для театров, для спектаклей, так и для кино. То есть актеры привносят свою какую-то энергетику, свою живость в эту картину. Я вот как только посмотрю этот фильм, я сразу же вам скажу, должна ли посмотреть. Сегодня премьера, насколько я понимаю. Но в любом случае, я всегда приветствую хорошее российское кино и всегда поддерживаю. Удача на всех этапах, начиная со сценария. Я так думаю. Хороший сценарий, хороший подход, хорошие актеры. Честность актеров, профессионализм актеров. И много у вас золота. 40 пудов. Три пудня. Какой совет вы бы могли дать молодежи? Да вы знаете, молодому поколению все было бы полезно. Потому что любое искусство, оно заставляет о чем-то задуматься, что-то почувствовать. Поэтому исторические и неисторические картины могут стать поводом для того, чтобы с собой какой-то диалог иметь и, так скажем, размышлять о жизни? Ну, потому что, прежде всего, перед нами эта работа очень современного, очень толкового, мощного режиссера, который, я надеюсь, повлияет на развитие кинематографии нашей страны. Андрей Богатырев, я уже не в первой картине снимаюсь у него. Этот человек действительно поцелованный в темечко кинематографическим богом. Это точно. Там хорошие артисты, там сочная история, сценарий хороший. Вот. И то, что я видел, там, видите ли, кино искусство изобразительное, там красиво должно быть. И снимали мы честно, холодно, в холоде, там, в общем, там должно быть красиво. Чем сейчас можно удивить зрителей в кино? Интеллектом. Понимаете, вот нашего зрителя, то ли он не умен, то ли его, так сказать, сделали таким менее умным, давая ему постоянно драки и секс. А где философия, где мудрые мысли, где то, что можно вынести и передать детям из фильма. В общем, мне хочется немножко больше интеллекта в фильмах. Мне кажется, то, что сейчас делается столько фильмов, сериалов, наше русское кино поднялось на очень крутой уровень, чему я очень рада. И мне кажется, что сейчас удивить зрителя можно хорошим сценарием, хорошим кастом талантливых актеров. Мне кажется, этого будет достаточно, чтобы удивить зрителя. Да я не пытаюсь как-то удивить зрителя, пытаюсь делать просто то, что мне интересно. Потому что, знаете, мы привыкли, мы все любим советское кино, а рассуждаем всегда немножко о продуктах. Сейчас по теме появилось такое слово «продукт», «продукт». Видите, ну, любой фильм – это просто диалог авторов со зрителем через фильм. Попытка, опять же, чем-то поговорить, задуматься – это не просто аттракцион, в котором ты, ой, я так удивился. Я не удивляюсь, если у меня фильм тронул мою душу, то это, может быть, какой-то толчок для того, чтобы задуматься о своей жизни и так далее. Вот так, чтобы, знаете, удивлять. Удивляться надо в цирке или фокусом. Расскажите о вашем персонажем в этом фильме. Охотник за сокровищами. Дерзкий грабитель, который прячется под личину достойного человека. Что сложнее было? Очень холодно было. Сценарий режиссура, актеры хорошие. Хороший художник по костюмам, оператор. Очень много русских. Какие ваши топ-5 самых любимых фильмов? Ну, во-первых, те, кто, которые он делал, первый канал, прежде всего, конечно, потому что очень качественное кино. Топ-5 моих любимых фильмов – это сериал «Балет», сериал «Неверные». Мне очень понравился. Это будет фильм «Форест Гамп», «Лучше не бывает» и «Зеленая миля». Белый лотос. Обожаю этот сериал и актрису. Ну, не знаю, «Бриллиант», «Светличная» моя любимая, снималась «Стрепуха». Сложно. «Аватар», наверное, да, «Матрица». Ну, много у меня любимых фильмов. «Гарри Поттер». Теория большого взрыва, детство Шелдона, все ненавидят Криса, два с половиной человека, ну и что-нибудь, не знаю, даже друзья тоже смешно. Для меня, в принципе, ну, как бы интересное кино есть, либо неинтересное кино, поэтому жанр не самое главное. Либо оно попадает, это, знаете, вот я не люблю блюз. Но у Лид Зеппелина есть одна песня блюзовая, которую я люблю. «Форест Гамп», «Пролетание дизем кукушки», «Остров наш», «Лугина», потом, что бы я еще отметил. Много фильмов, это то, что сейчас просто приходит на ухо, «Апокалипсис», «Кополы» мне нравятся. Это все фильмы, в которых как раз скрываются какие-то проблемы человеческие. Для меня, например, в кино очень важен человек, мне это интересно. И для меня, скажем, актерское кино больше и интереснее, нежели какие-то конструктивные вещи, режиссерские такие. Актерское мне больше нравится. Не знаю, мне кажется, это такая яркая новинка этого года, которую стоит посмотреть. Я пожелаю нашему фильму процветания, успеха большого, хорошего проката, чтобы все получилось, ну и чтобы всем понравилось. Ну что, пора прощаться, друзья. А с вами была я, Даша. Пока-пока! Добрый день, дорогие телезрители! С вами я, Ирина Лидерман. Это рубрика «Секреты подсознания». И сегодня я расскажу вам о теме, которая волнует всех, а именно о деньгах. Мы с вами обсудим сегодня, как и к кому они приходят, на какие цели. И что же нужно такое сделать, чтобы стать чуточку богаче. Я поделюсь с вами формулами бедности и богатства, инсайтами, которые я получила во время работы. Смотрите программу до конца, и именно в конце я расскажу вам секрет, к которому пришла сама, а также подарю подарок. Такого вы точно нигде не услышите. Всегда и во все времена были богатые и бедные, даже тогда, когда денег не существовало. Важно понять, что деньги – это эквивалент затраченных усилий, энергии, а также знаний. Это лишь инструмент, который помогает нам создавать желаемое. Ведь на самом деле мы не денег хотим, а лишь того, что они приносят. Возникает вопрос, если денег недостаточно, несмотря на большое количество усилий, что же это значит? Вы не делаете реальные действия. То есть ваша деятельность – это иллюзия, которую вы себе придумали. Вы действуете только ради процесса. Это первый инсайт. Второй инсайт. Ваша деятельность или не нужна, или нужна, но не в таком виде. Третий инсайт. У вас есть ограничения вашего денежного потока. Например, если вы потеряли деньги в дефолт, вы могли сами для себя проговорить. Я больше таких денег не заработаю. Тут и ограничения. У вас есть страх денег. Обычно это идет из прошлых воплощений. Если вы что-то имели, и вас за это имущество, богатство или недвижимость убили. Таким образом, вы не хотите денег, чтобы не расстаться со своей жизнью. У вас есть страх быть видимым. Конечно, если вы будете больше зарабатывать, вы станете выделяться на фоне основной массы людей. Если у вас есть такой страх, это может вас ограничивать. Это пятый инсайт. Шестой инсайт. Вы транжира. Вы тратите абсолютно все, что зарабатываете. И живете по формуле бедности – заработать, потратить. А необходимо жить по формуле богатства – заработать, накопить и приумножить. Вы не верите, что вселенная изобильна. Это седьмой инсайт. У вас мышление маленького ребенка, а детям, как известно, деньги не нужны. И поэтому их им и не дают. Восьмой инсайт. Девятый инсайт. Вы занимаетесь не своей деятельностью. Это, возможно, профессия, навязанная вам семьей, обществом или модой. Тогда вам придется получать только 5% вместо 100%. Вы ждете, что вам что-то дадут, что-то принесут. Кто-то вам что-то должен. Это не так. Инсайт 10. У вас есть энергетический блок, и вы не верите, что вы можете жить лучше. Инсайт 11. Вы испытываете негативные, тяжелые эмоции, такие как гнев, страх или презрение, когда зарабатываете деньги. Соответственно, тут же появляются непредвиденные траты. Например, ремонт автомобиля. Куда вам придется вложить то, что вы заработали. Инсайт 12. Итак, перед вами раскрылась достаточно объемная картина того, что может влиять на ваш финансовый поток и вашу финансовую емкость. И сейчас я вас научу, как можно самостоятельно найти в себе те или иные негативные убеждения, которые, как вам кажется, влияют на вас, и начать с ними работать. Итак, для того, чтобы это сделать, выпейте стакан воды. Встаньте ровно, лицом на север. Проговорите вслух фразу, которая даст ответ «да». Что-то очевидное. Например, я говорю, меня зовут Ирина. Мое тело движется вперед. Это ответ тела «да». Меня действительно зовут Ирина. Если я скажу, я живу на Марсе. Мое тело движется назад. Оно знает, что оно не на Марсе, а на Земле. Это ответ «нет». Таким образом, вы сможете самостоятельно находить те убеждения, которые я назвала вам ранее, и протестировать, есть они у вас или нет. С вами была я, Ирина Лидерман, эксперт по работе с подсознанием, корректолог жизненных сценариев, номеролог. Более 13 лет я помогаю людям создавать идеальное, изобильное, настоящее. Задавайте свои вопросы. Пишите комментарии. Внизу под этим видео я выберу самый интересный и подарю вам замечательную книгу. А вопросы соберу и отвечу на них в следующем выпуске. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами я, Ларионова Ирина. И рубрика «Это интересно». Сегодня мы продолжим разговор про празднование Масленицы. Мы получили огромное количество писем и вопросов от телезрителей. Эта тема оказалась очень интересной, и это замечательно, потому что наша программа называется «Это интересно». Хорошо, когда интересны традиции нашего народа. Известно, что те, кто не помнит прошлое, не имеют права на будущее. А у нас будет светлое, красивое, интересное будущее. Поэтому посвящаем Масленичным традициям и третью нашу передачу. Оставайтесь с нами. Будет интересно. А какие же развлечения были у наших предков на Масленичной неделе? Ведь ее нужно провести максимально весело. Очень любили санки, салазки. Деревянные санки и салазки, которые весело съезжали с горы. Это обычно высокий берега рек или крутые овраги. Такие салазки и санки любили и дети, и взрослые. А еще любимое развлечение молодежи – катание на слегах. Это, в общем-то, прообраз наших современных лыж. Большие лаги обрезались, на них вставали и катились с горы, как на лыжах. Можно было кататься вдвоем, крепко державшись друг за друга. Можно было целой компанией скатиться на слегу из горы. Это достаточно опасное и интересное развлечение, требующее, в общем-то, и силы, и умения держать равновесие. Молодежь в этих дней любила каледовать. Это было принято в деревнях. Заходить в дом, желать хозяевам добра и получать взамен какие-нибудь угощения. Ну, конечно, вкусные блины. И, конечно же, какая масленица без катания. На санях, запряженные резвыми лошадьми. И, конечно, тройкой лошадей. Это веселая, яркая, красивая забава. Купыреж всегда и была нарядно ярко украшена. Были завязаны ленты на дугу. Звенел колокольчик по всей округе. И очень важно было прокатиться на санях по кругу, описать этот круг вокруг деревни. Таким образом, защитить деревню от злых сил, от звоном колокольца и яркими песнями, и криками отогнать все плохое от жителей деревни. Известно, что с приходом тепла в лесу просыпался медведь. И поэтому медведь был, конечно, символом пробуждающейся природы. И очень часто на масленичных гуляниях танцевал дрессированный медведь, как символ весны. И вообще, выступление с дрессированными животными было тоже принято в офиге. В городах и деревнях устраивались ярмарки, аттракционы, карусели. Да тоже необыкновенно важный и красивый атрибут праздника. В эти дни водились хороводы, пели песни. А когда сжигалось чучело зимы, непременно было принято прыгать через костер. Есть даже такая народная присказка при прыжке через костер. Один прыжок – сгорел грешок. И еще было принято валяться в снегу, пока горит костер. В снегу валяться, беды и болезни не бояться. А пока полыхало чучело зимы, все вставали в дружный хоровод, водили хоровод вокруг костра и приговаривали. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. На ярмарках было принято показывать определенные представления, героями которого были медведь и коза. Медведь – представитель дикой природы, а коза – домашнее существо. И медведь с козой в этих представлениях веселили публику и были очень дружны. И танцевали вместе веселый танец. Танец медведя и козы – это определенный символ единства и борьбы, противоположных начал в развитии событий, ведущих, конечно, к лучшему. Как важно было примирить эти противоречия и двигаться дальше, вместе, дружно, к новым целям и задачам. Масленицу наши предки называли комоевица. Поскольку медведь, как символ пробуждения природы в этот период, был еще тотемным животным древних славян, его связывали с очень серьезными традициями поклонения медведю, потому что медведь был прародителем человеческого рода по верованиям наших древних родственников, предков. И поэтому умилостивить медведя, попросить у него защитной помощи, как у покровителя рода, было очень важно. А медведя называли комом. И поэтому медведь, который впадал в спячку, дал начало другим интересным словам. В современном уже русском языке мы говорим «впасть в ком», когда это касается живого больного человека, который находится в бессознательном состоянии, подобно спящему медведю. Или коматозное состояние. Опять-таки от того, что медведя называли комом. И поэтому первый блин комом несли, конечно, хозяйки. Крестьяне знали прекрасно, поскольку занимались охотой в зимнее время, где спит, в каких местах, в берлоге медведь. И поэтому пробуждающемуся медведю приносили первые блины и клали недалеко от берлоги. На пенёк или на нижние веточки деревьев. Таким образом, традиция умилостивить и задобрить просыпающегося покровителя рода была очень важной у славянских народов. И поэтому есть та самая небольшая частушка или небольшое стихотворение, которое произносилось в те времена. Первый блин комом, второй блин знакомым, третий блин дальние родни, а четвёртый блин мне. А что происходит в эти дни в других странах? Ну, конечно, в европейских странах это карнавал. Это неделя перед Великим постом, и слово «карнавале» означает «прощай мясо». Веселится европейский народ. И Пётр I, который, конечно же, почитал европейские традиции, искал в народных российских традициях некий праздник, похожий на карнавал, и нашёл Масленицу. Это было настолько очевидно, что, конечно же, прообразом карнавала европейского стала наша Масленица, которая уже в православной культуре выглядела немного иначе, праздновала всего лишь одну неделю, а не две недели, как у древних славян, и сместилась от дня весеннего равноденствия на неделю до Великого поста. У франкоязычных европейцев и американцев есть праздник Франца-Гра, жирный вторник, когда празднуется карнавал, и его возглавляет импровизированный король и королева. У норвежцев, датчан, прибалтийских народов есть праздник Ваславка. Этот праздник, который тоже похож на карнавал, и атрибутом такого карнавала являются сладкие булочки с различными начинками. А у других славянских народов? В Белоруссии Комоедицей по-прежнему называется праздник, который празднуется 6 апреля, потому что именно в эти дни просыпается от спячки медведь. В Словении празднуют кориентование. Это тоже праздник, связанный с изгнанием зимы, и характерной особенностью этого праздника является знаменитой танцей в последний день праздника, когда танцующие пляшут в вывернутых наизнанку тулупах и масках, тем самым пугая зиму своим необычным, диковатым и страшным видом, чтобы она ушла навсегда и вернулась только на следующий год, для того, чтобы потом снова завершиться ярким и красивым праздником весны. В Хорватии празднуют звон чары. Молодежь одевается в меха, в тулупы, одевает маски, обычно с рогами, ходит по деревне, создавая огромный шум, поют песни, громко кричат для того, чтобы прогнать зиму. И это очень весело и задорно. Ну что же, наша передача подошла к концу. Спасибо, что вы были с нами. Собирайтесь у экранов с семьями, с детьми. Пусть подрастающее поколение приобщается к истории нашей великой страны. До свидания, до новых встреч. И с вами я, Ларионова Ирина. До утра не спится мне, надоели мне мысли в голове. Я не знаю, как мне быть, если я хочу просто разлюбить. Но я с тобою устала выяснять, устала понимать. И очень сложно тебе меня понять. Хочу тебя обнять. Слышу, я спать нельзя спиной. Мне невозможно быть тобой. Пусть не думают все, что ты не играешь со мной. Играешь со мной. Слышу, я спать нельзя спиной. Мне невозможно быть тобой. Пусть не думают все, что ты не играешь со мной. Играешь со мной. Снова ночь, я без тебя, как была глупа, юные года, где свобода и любовь, которая была необходима вновь. Но я с тобою устала выяснять, устала понимать, и очень сложно тебе меня понять, хочу тебя обнять. Слышу я спать не за спиной, мне невозможно быть такой, пусть не думают все, что ты не играешь со мной, играешь со мной. Слышу я спать не за спиной, мне невозможно быть такой, пусть не думают все, что ты не играешь со мной, играешь со мной. Играешь со мной, играешь со мной, играешь со мной. Играешь со мной. Слышу я спать не за спиной, играешь со мной. Слышу я спать не за спиной, играешь со мной. Слышу я спать не за спиной, играешь со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok